Максимальная publicity, публичность этой темы, я вижу в этом единственный выход, кроме тех, которые только что звучали, но очень сложно осуществить ряд действий, о которых говорили, которые безусловно необходимы, не имея публичной оценки общества. То есть это не должно происходить плохо. Оценки и поддержки. Да, поэтому максимальная publicity этой темы. И ты в доверишь. Парк 40 лет Октября, строительство АЭС. А парк 40 лет Октября, во-первых, это все происходило в очень сжатые сроки. Строительство АЭС происходит где-то далеко. То есть мы сейчас, подожди, мы говорим сейчас о конкретной речи. Мы говорим не о объекте республиканского значения, а об объекте городского значения. Объект станции АЭС, это объект республиканского значения, он находится... То есть это виртуальная вещь. А воднозеленый диаметр мы говорим сейчас, а воднозеленый диаметр в контексте 2 миллионов человек, проживающих в этом городе. То есть это люди, каждый из которых хотя бы раз был, вот уступил ногой на эту территорию. Хотя бы раз в жизни. Он знает, что это такое. Он видел его жилье. И половина людей пользуется регулярно. Раз в месяц оказывается на этой территории. И она, она знает, что это такое. И соответственно, когда мы произносим какие-то слова об этом, да, то они не пролетают мимо уши, да, они задерживают, потому что они попадают сразу в сито вот этого отбора информации, да. Оп, и так, я знаю, что это такое, я посмотрю в эту сторону. И чем больше мы об этом говорим, тем больше внимания общественности мы привлекаем, тем легче нам потом, в дальнейшем, будет решать те важные задачи, о которых только что говорили специалисты. А как же быть, вот сегодня упоминался господин Боровиков, да. С ним была же интересная история общественности. Я имею в виду уплотнительную застройку. В прошлом году он публично сказал, что люди, которые придают публичности, потому что существуют проблемы, в будущем, в частности. Это хорошо организованная банка, этот статус, которая не дает нормально работать государственной власти, городской. Ну, я не знаю, как его не употребляют по экологии, но как же тогда заниматься тем, что ты говоришь, придавать публичности, говорить про это, если есть такое вот негативное отношение? Нет, оно всегда будет, всегда было, всегда есть и всегда будет. Потому что, с их стороны, это тоже хорошо организованная банка. Еще лучше организованная банка, чем мы. Ресурсно-председательная. Безусловно, да. Поэтому нужно это принимать как данность. Они будут вести себя только так. И нам останется либо лечь под них, либо все-таки совершить какой-то жест. Понимаешь? Здесь вот первый маленький шаг – это популяризация вашего фестиваля и актуализация тех вопросов, которые мы подняли, может быть, с переведением некоторых цифр. Это, не знаю, есть у вас выходы на различные цифры? У вас есть цифры? Это все? Нет, цифры – это вот один вопрос. Хорошо, спасибо. Я тогда, Павлович, сейчас я вам додал. Я тоже выскажу свое мнение. То есть, убедившись в практике, что все-таки никакие административные замки не спасают наши администрационные территории, то есть, ничего нового не скажу, только больше популяризации, да, то есть, делать это действительно, действительно, блин, Доминска, да, то есть, чтобы продавались майки, там, с водно-зеленым диаметром. Опять же, больше гласности, как-то пытаться сообщать друг другу, потому что все же решения принимаются очень быстро, очень тайно, никто об этом не знает, это все проводится, и действительно, только подключать общественность, делать нас более активными. Мы только в начале пути, естественно, посмотрев, на то, как делают это, там, те же австрийцы. То есть, то, что мы уже, по крайней мере, об этом говорим, то, что самые популярные сайты, там, онлайнер, тутбайс, этидок, они уже пишут про это, это уже начало. Сначала положено. Смотрите, что происходит. У нас есть версия, я не говорю, что каждое из решений достаточно само по себе, но из тех, что прозвучали. Обхаживать пороги, я так понимаю, депутатские первые предложенные решения. Я его сейчас не критикую, и не заявляю, как правильно, я просто хочу перечислить. Работа с депутатами, придание гласности, создание бренда. Три пока названо, возможных решений. Создание бренда тоже, я прошу прощения за то, что я ложку дегтя все время добавляю. Но уж каким брендом была Белорусская куща на протяжении всей современной истории Белоруссии, что с ней, с ее администрированием происходило последние 10 лет, и как ее выкасили наполовину на паркет. И только сейчас запомнились. То есть брендовость тоже сама по себе не уберегает от уничтожения со стороны англешированного бизнеса очень сильные вещи в подвязке с административным аппаратом, скажем так. Но совокупность этих трех факторов вполне, на мой взгляд, может к чем-то привести. У нас есть примеры того, как успешно были реализованы некоторые общественные компании, которые использовали все три эти подхода, плюс прокурорские проверки, плюс много всего. Болотную компанию уже в последний год много обсуждали. Я знаю, что в зале еще как минимум две руки я видел по поводу... А в этот перечень вы считаете не нужным включить возможность защиты официального документа государевым? Извините, я просто... Это в первую очередь. Я прошу сказать, есть у нас список необходимых и достаточных... Мэру обращался, прежде всего. Боялью плащу. У нас в зале еще две руки Николай и будущий человек, я не знаю, вошли. Есть вам что добавить к вопросу, что с этим всем можно сделать? Я думаю, что нужно, прежде всего, к новому мэру Минска как-то обратиться, потому что просто реально, наверное, не информировать. Мы, может, знаем, что такое водно-зеленый диаметр, а некоторые и не знают, что такое водно-зеленый диаметр и что он вообще существует. То есть, знаешь, что вот, да, парки там, а что это единая система, что это может быть, это самое... вдвойне полезнее, если мы даже об этом будем знать. Потому что велодорожку можно положить не только, скажем, от Жданович до Чержовки, но, скажем, тоже и по Слепянской системе там где-нибудь, это самое... я думаю, что у людей есть заинтересованность, потому что, тем не менее, люди с деньгами, они ценят свое здоровье, они тоже хотят это самое отдыхать, это самое на хороших территориях. Так что, я думаю, нужно прежде всего обращаться к мэру, к тем же главным архитекторам, чтобы обратить внимание, потому что, насколько мне известно, насколько мне известно, в каждый генплан закладываются требования и о развитии, значит, водно-зеленой системы, значит, о ее сохранении и так далее и тому подобное. И думаю, что Минск, в принципе, не такой уж потно застроенный, как я сегодня уже говорил, что вот, пожалуйста, проспект Держинского, там же можно построить и отели, и музеи, и прокуратуру какую-нибудь новую, там и министерство, чтобы вынести, скажем, какие-нибудь объекты, скажем, на той же революционной улице или где-то находится генпрокуратура, да, то есть застройки 19-го века в двух этажах находятся здания, которые там абсолютно лишние, там, по-самому, можно запросто сделать вот из проспекта Держинского продолжение логически, это будет шикарный проспект, и тоже очередная, я говорю, настоящая... Я считаю, что не к депутатам, надо прежде всего обращаться к исполнительной Уасе, которая занимается этим, я думаю, что можно сориентировать, показать, что вот, да, здесь тоже можно заниматься коммерцией, вот проспект Держинского осваиваете, вот там партизанские, это с вами, там что-то можно там, то, что уже совсем ветхое неприглядное снести, там, это тоже ведь и точки, и транспортные, там много людей ходят, и, значит, и машины, и так далее, зачем строить в парковой зоне, где это самое, это абсолютно не нужно, я считаю, что у них не такой же крупнозастроенный город, это самое, есть это самое, куча, там, скажем, вот средней части, там где-то средний бублик, там где вот проспект Жукова, там куча мест, это самое, где здание, которые абсолютно ветхие, еще с советских времен, у нас просто такая мода, все надо строить в центре, все надо строить в центре, это же самое такое, козырное место, да у нас центр же давно застроен, там либо парки, либо стали с Генгрией, если позволите, ну почему бы, пожалуйста, вот почему бы, сегодня разданы в городе земли, примерно объемом до 7 миллионов жилья, и не менее трех где-то общественных зданий гражданских, это на 5 лет вперед, и практически мы свободных территорий в городе Минске уже не имеем, все, что мы будем строить завтра с вами, будет строиться за счет, либо реконструкции, либо со сносом новые. Вы знаете, планирование без финансирования, это знаете, это всего лишь разговоры, потому что, к примеру, территория аэропорта Минск-1, там же ведь англичане предлагали шикарный проект, как раз таки ту же водно-зеленую такую систему, то есть французы они предлагали так хай-тек построить, а англичане как раз таки логическое продолжение, вот в свободной территории, до сих пор там ничего-то самое не построено, есть и строят, только у нас просто почему-то все любят строить в центре, вот давайте в центре, да центр давно уже застроен, там либо водохранилищами, либо сталинские вампиры, зачем строить в центре, да надо осваивать окраинные территории, там много людей, там много тоже потребителей, много бизнеса, у нас куча гипермаркетов, которые находятся, вы не даете ответ на вопрос, что вы можете делать. и власти прежде всего, потому что это на Украине там развал системы управления, да, государственного, а у нас нет, у нас, у нас есть своя система управления, она работает и работает по своим принципам, и я считаю, что нужно... с полком. Я, говорю, с полком не обращался, потому что, но я, к примеру, встречался с заместителем председателя нашего московского района, он сам пришел на встречу, я просто поднимал вопрос, по поводу парка Павлова, развития этой территории, он сказал, да, да, вот что у обращателей, я говорю, так подписано, что же президентом, он так уже как-то немножко... Но проект реконструкции завершен. Да ничего там не завершено, там его надо развивать и продолжать туда, в сторону... Проект реконструкции Минск проектом завершен и в следующем году приступают к реконструкции парка Павлова, удлиняют его дальше до... чуть ли не до Пельсовой. Хорошо. Друзья мои, я так чувствую... Да, еще есть комментарии. Да, есть. Последний из Невска. Последний, да. Я очень скептически отношусь к возможности сохранения вот этого ВЗД по той простой причине, что это такой же пережиток социализма, как бесплатная медицина. Обращаться к богатым людям бесполезно, потому что они отдыхают либо на виллах, в пойме Севисовича, либо на Сейширских островах. Общественность больше волнует местных для парковки личного автомобиля. Но я знаю один способ, очень радикальный, как вообще эту зону восстановить. Чтобы меня не обвинили в терроризм, я так очень аккуратно скажу. Надо ликвидировать плотину Минского моря. Тогда гостин Суперкин просто смоет и, конечно, паузу. Это, знаете, не конструктивный разговор, если честно. Мы тут все-таки давайте на серьезные темы. Нет, реально, это затопленная территория, это взятое ничего. Объясните людям, что мы подъеме. Затое. Понимаете, водохранилище, не вяжет, все имеется. Не надо здесь включать краску, превращать в абсурд. Вы превращаете просто в абсурд. Мероприятие было по угрозе волны прорыва, так называемая, как она называется? Это реальная, абсолютно не проблема. У нас есть мероприятия, которые обеспечивают защиту города, то есть никаких тут кошмаров по терроризму, я думаю. Есть специалисты, которые на эту тему в том числе думают. Это из области уже такой шутки, я думаю. Это совсем, это вполне реально. Я считаю, взорвать ее. Никакие идеи. Нет, ну это не серьезный разговор. То есть любой пара так сразу же ставит на свои места. И тут в принципе все решаемо, тут ничего сложного. Есть и парки, есть и водохранилища, есть и речки, есть и лесопарки, все есть. Не надо здесь превращать это в абсурд. Это серьезная вещь, это нужная вещь для людей. Хотя бы, чтобы пойти с ребенком. Друзья, вы хотите? Можно вопрос? Вопрос к кому? Докладчику. К Павлу. Скажите, пожалуйста, про уровень проблематики вот такого плана, как объем проблем других регионов. Пишу, что это. Других регионов Беларуси. Да. Сканы? Да. Я не могу сказать, по этому поводу. Я могу ответить на вопрос. Мы сейчас встречаем. Четыре белорусских города разрабатываем правила изменения населенных внутренних Беларуси. Гомель, Витебск, Могилев, Брест. Там чтут водно-зеленые системы, потому что они находятся в поймах хорошо затопляемых. Затапливаемых. А что вы видите? Это раз. Во-вторых, очень боятся лезть в ЛР-зону. То есть говорят, нет, нет, нет. Но уплотнение застройки. Но в Гомель же в Сверху сейчас дорогу понадобится. Да. Ну, дорогу. Это где? Гомель, Витебск, Могилев, Грозно. Мы отъездили в города, посмотрели состояние, проблемы вообще. Но могу сказать, что мы изучали другой несколько вопросов. Ведь у нас это все дели никак не изучено. Ни в одном госполкоме у главного архитектора нет списка полного парка, сквера, бульвара в Гавкопе на улице. Ни в одном зеленстрой, ни в одном городе ведомости в один год это парк, в другой это не парк, в третьем это сквер. У нас не картированный парк. У нас не картированный, мы составляем геоинформационную систему, не картированный, нет реестров, а мы отверждены исполкомами. Вот с этого надо начинать, показать территорию парка. Я нам справлю, пожалуйста, еще раз, отмечу ваше внимание, уже надо, просто необходимо заканчивать. Значит, сегодня уже, на сегодняшний день, Елена Зиновьевна, наша коллега с вами, разрабатывается так называемый сланг зеленых линий. То есть, эта работа ведется, и причем эта работа очень такая кропотливая, это работа не одного дня, но она ведется уже второй, если не третий год. Это уже третий год ведется эта работа, так что, сказать, что ничего не делается, здесь нет. Нет, в Минске, да, в Минске сейчас практически все, которые решили оставить слева. Просто оно делается, а завтра Александр Григорьевич подписывает указ и где-нибудь в свободно-зеленом диаметре строит Новый Кимпинский. Надо бы заниматься и сформированием чиновников, прежде всего, что такой же аналогичный коммерческий объект можно построить немножко 500 метров в другом, а то ведь тот же Кимпинский решил построить там, а потом оказалось, что там просто берег обваливается, потому что нечего строить на таких берегах, да, и что до сих пор там укрепляет этот берег, что там просто чисто технически не нужно строить гостиницы в этой территории, что она там обваливается, и там, зачем? Если можно построить где-нибудь там на 500 метров в другом, это самое, рядышком, это самое, это все решаемое, тут не надо просто показать, люди просто даже не информированы, как вопрос к тем же оперным театрам, да, когда чиновникам было абсолютно все равно какие скульптуры будут стоять на оперном театре, абсолютно все равно, как говорили люди, потому что они живут несколько другими понятиями, да, и там решают более такие, скажем, там у них все на цифрах, понимаете? Я должен вас прервать, я должен вас прервать просто ввиду времени, я хочу сказать, что мы достаточно много уделили внимания тому, как и что можно делать, до сих пор нет ясности, но такая ясность не может наступить вот в таком же формате, да, в банальной дискуссии, я знаю, что урбанистическое общество Минское инициирует создание рабочей группы, которая бы составила для начала план того, что нужно сделать для того, чтобы сохранить, попытаться хотя бы сохранить водно-зеленый диаметр, я надеюсь, что, во-первых, что этот план получится качественным, во-вторых, что он будет реализован, но самое главное, что я надеюсь, что те из вас, кто здесь до этого времени досидел, явно мотивированные люди, примут участие в работе этой рабочей группы, как ее ни назови, компания, общественная и так далее, и под конец я хочу поблагодарить наших специалистов, которые пришли в воскресный вечер, нам все это рассказали, большое вам спасибо, я думаю, что как минимум это расследование.